Всем привет! После большой паузы мы возвращаемся в жаркое лето. Это поселок вроде как городского типа Приморье. Из названия следует, что мы находимся на побережье Балтийского моря. Мы прямо сейчас узнаем, что же здесь от города, что здесь от поселка, как здесь люди живут. Меня зовут по-прежнему Руслан. Это по-прежнему проект Несите. Когда вырастешь, уедешь отсюда? Мама мне такая говорит, только все хорошее, только все хорошее. Не дай бог, что это плохое пока. Мама в администрации работает? Нет. Ну так не бывает, что все нравится. Ну а чего не нравится, никто нам не поможет. Это вы все прям сами сделали, своими руками? Да, все. Офигеть, за все наши выпуски такого двора еще ни у кого не было. Это старая немецкая школа. Здесь еще сохранились два бассейна с одной стороны, вот там. Получается, век назад здесь было электричество, два пожарных озера. Мы один из лучших домов культуры. У нас единственный дом культуры в Светлогурском районе вообще. Поэтому вы самый лучший в районе. Потому что вы единственный. А убили женщину? Пасиньки, да. Вот он сидел, это у наркотов. Все бухают, такого здесь вообще нет. У меня Новый год в июле. Вы такое когда-нибудь видали вообще? Пляж над пляжем. Прямо сейчас исполнится моя детская мечта. Прокатиться на мотоблоке. Автоэкскурсия по Приморью. Ну и уже по традиции выпуска образующий человек. Здорово, Серег. Сразу видно, смотри, ярко выглядит море рядом. Сразу чувствуешься. Ты, во-первых, высокий человек. Меня это будет напрягать. Давай я буду по тротуару ходить. Я посмотрел все твои выпуски. И там действительно... Проанализировал. Да, я все проанализировал. И там действительно все было очень как-то, ну, не радужно. Я вот хочу тебе сначала показать не радужный момент. И потом получается то, что ты... Закончим на позитиве. В инстаграме у тебя написано учитель истории. Это правда? Да, это правда. Я учитель истории в Санкт-Петербурге. Я по Европе покатался. И мне действительно здесь вот нравится. И можно даже его сравнить, короче, типа с французской там и тротой. Да, типа где все так очень аккуратненько, все очень чистенько. И в принципе природа кольфовая. Здесь играл баскетбол, когда? Да, это, кстати, кольцо. Я помню, пошел в администрацию местную и сказал, что типа там вот кольцо стоит у нас на площадке. Типа там невозможно играть в баскетбол. Давайте поставим ее сюда. А сейчас я хочу из этого места сделать парковку для того, чтобы машины, которые... Где ты как раз поставил, да? Да, на траве. Да, раскидывай, чтобы сюда все это ставили свои машины. Я уже проект предложил администрации благоустройство этого поселка, потому что здесь действительно очень крутой потенциал есть. Сейчас, наверное, там все начнут парковка, парковка, бла-бла-бла. Но вот это, по крайней мере, заасфальтированный момент, да, где можно было поставить машину и, боже мой, аж целых 500 метров, ну даже не 500 метров, а типа 300 метров пройти до пляжа до одного или там до бухты. Опять же, не портить природный массив, потому что сейчас там все уже очень сильно изгадили. Мама мне такая говорит, только все хорошее, только все хорошее, не дай бог что-то плохое покажет. Мама в администрации работает? Нет, мама не в администрации работает, но очень переживает за это. Веди его на море, веди его на море сразу же. Людям не подходите. Веди на море, сделай шашлык. Да, да, да. Пожалуйста, только не подходите к никому. Это бывшая сауна в советский период, ее построили, она даже как-то работала. На протяжении, наверное, уже лет так, наверное, 20, она постепенно разрушается. Здесь еще сохранились два бассейна, с одной стороны, вот там, ну она сейчас как помойка уже такой. Ну вот это, конечно, такой минус. Хотя об этом никто не знает, она уже получается все в таких вот лесах. Здесь была крыша такая большая, хорошая, ну типа, где можно было как-то спрятаться, посидеть в своем месте. Потому что, ну в моем детстве не было здесь никаких развлечений вообще. Когда-то это было прям такое крутое место. Давай пообщаемся с тобой. Он опять улыбается, все улыбаются здесь. Что за дела? Что тебе нравится при море? Как ты сидишь? При море очень всего нравится. И что-то свежий воздух около моря живом. Очень легко было ходить летом на море. Давай, честно, вот на камеру, когда вырастешь, вы едешь отсюда? Нет. Станешь ли ты главой поселка? Наверное. Да? Все, и будем за тебя голосовать. Все, спасибо, парни. В 30-х годах. Ну это 20-е, середина 20-х. Здесь было электричество? Да, да, это было электричество. И вот она сохранилась, получается, эта электрическая вышка, или как она там называется, подстанция. А озеро, два получается озера. Да, одно озеро здесь, а второе получается там. Они были для чего? Они не были, а это пожарные озера, пожарные озера, чтобы можно было совершенно спокойно воды набрать и потушить, допустим, эти все дома, которые горят. В России, да, вот в 10-м году, как раз-таки мы помним, что горело огромное количество деревень, просто потому, что там, ну, не продуман этот момент, либо они все высохли, а это до сих пор сохранилось. Получается, век назад здесь было электричество, два пожарных озера. Как это все было продумано? Немцы, красавцы. Я вообще очень люблю наш поселок. Мне кажется, он такой вот у нас, в общем-то, ухоженный. Есть у нас и школа, и садик, и почта, и Сбербанк есть. Вот дочери говорили, говорю, мне так даже хотелось бы, говорю, снять ролик про наш поселок, потому что, ну, у нас все есть. И у нас вот как-то вот и трава обкошенная, и все, ну, в порядке, в дворнике работают. А люди как здесь, вот если про людей? Люди, они здесь дружные? Вы прям вот всех знаете? Сейчас уже многих как-то не знаю. Какие-то праздники здесь происходят какие-нибудь? Ну, и у нас есть день поселка. Это день рыбака тут отмечается, хотя и рыбаков уже мало осталось как таковых. А видно, вот как вот по старинке был день рыбака, отмечали. Приезжают люди, отдыхающие со Светлогорской, вот с мест лежащих поселков. Не бесит, кстати, приезжие? Обычно приезжие там все загрязняют, такого здесь нет, что типа уехали, мусор оставили за собой. Ну, я не знаю. Прям глобальной проблемы такой нет, да? Ну, как-то на море-то, конечно, бывает, но сейчас как-то меньше, мне кажется, стали. Вот люди все же больше стараются следить за порядком. У нас же и почта есть. Она говорит, мам, ну, и ты скажешь, что почта в хорошем состоянии? Я говорю, ну, нет, почта, конечно, ремонт требует. У нас должна быть ложка дёхтя. Ложка дёхтя должна. Ремонт требует. И, конечно, хотелось бы, чтобы вот школу подстроили бы, вот этот спортивный зал сделали такой хороший. Потому что раньше была средняя школа, а сейчас 9 классов. Серега на время отлучился, решил пойти проголосовать по поправкам. Попросил не говорить, как он проголосует, но Серега адекватный. Всё отлично. Ну, вот это наш Дом культуры Приморья. Вы, получается, директор Дома культуры? Да. За последние годы, конечно, вложение администрации Сталагурского района сделало очень огромное. И газ провели, и ремонт сделали, и установили у нас прямо на башне часы, которые бьют каждый час. А до этого тут прям... Ну, нет, до этого не то, что прям ничего не делалось. Нет, вложения были, но не такие нужные, скажем так. Мы один из лучших, можно сказать, не побояться этого слова, домов культуры, сельских. И мы получили гранты. Даже есть люди, которые приезжают с Калининграда. Им нравится здесь выступать, потому что им нравятся наши жители. Сама атмосфера, которая царит в нашем поселке, многим людям нравится. А рядом есть поселки, где нет Дома культуры? У нас единственный Дом культуры в Светлогорском районе вообще. Поэтому вы самый лучший в районе. Потому что вы единственный. Возможно, возможно, да. Было бы странно, если бы были бы вторые. Дискотеки вот ушли, допустим, да, что это уже вчерашний день. Были когда-то эти дискотеки? Здесь каждый суббот. Вот почему? Прямо в каждом поселке говорят, дискотеки закрыли. Вы знаете, вот... Почему не дают людям танцевать? В последнее время, когда вот открываемся на дискотеке, они заходят, смотрят. Музыка все-таки джи-джи-джи-джи, все весело и хорошо. Но они тоже... Пить нельзя, да? Ну, пить, конечно, нельзя, пить, курить нельзя. Вот, и они выходят, садятся и в телефонах, все. И они зависли в этом интернете. И я смотрю, единицы танцующих. Но сейчас много именно молодежи, которая живет именно в Приморье, занимается в том культуру, ходит? 50 на 50, вот, реально, да. Была бы возможность из Приморья не уехать? Ни за что. Мне предлагали крутую работу. Крутую работу? Да. Я не уехала, я сказала, я дом культуры Приморья своих детей не брушу никогда. Надеюсь, что вы никогда не пожалеете об этом, что вы оказались. Никогда, никогда. Вот этот вот сарай, да, старый, короче, он уже разваливается, хотя, ну, это центр тоже поселка является, с ним надо что-то делать, но, опять же, тут либо разваливать, потому что администрация на этом... Мне кажется, у него есть функция очень важная, чтобы ты не забывал, что ты в поселке находишься. Это крутой момент, это, типа, опять же, для каждого общественного пространства нужен общественный туалет. У нас здесь есть, единственное что... Это лофт, это лофт. Да, это лофт. Ты же из Питера, ты же из Питера, да, что такое лофт? Да, да, вот некоторые отдыхающие просто так, о, увидели, зашли, сфотографировались. Это старая немецкая школа, то есть она еще функционировала, здание кто-то выкупил и пытались его как-то реставрировать, но у них ничего как-то не получилось, я так понимаю. А когда его выкупили? Давно? И лет, наверное, 10 назад. И вообще ничего стало? Да, ну то есть они там что-то там крышу перекрыли и все, на этом все закончилось. Ну и вот розетки новые поставили, которые уже вырваны. И лестница такая тоже, видишь, идет именно, ну, серпантином. Очень интересно, и там элемент как раз-таки остался поручней. За все наши выпуски такого двора еще ни у кого не было. Это вы все прям сами сделали, своими руками? Да, все. Офигеть. Слушайте, а если, ну вот сюда туристы будут приезжать в поселок, можно их вам сюда привозить? Молчим. Можно, да? Без бы ничего не украсть. Не, украсть не будет, это же просто, ну это такое, знаете, это прям отдельная достопримечательность. Вот точка притяжения. Это дядя Володя, он очень крутой, очень мощный. Тот случай, когда человек не захотел с нами общаться, но все равно это было приятно. То есть, если будете приезжать в Приморье, дядя Володя дал согласие, что можно заходить, наслаждаться, фотографироваться, но ничего не воровать. Здрасте, как вам Приморье, нравится? Лучше все. А чего оно нам не будет нравиться, если мы здесь живем? Ну так не бывает, что все нравится. Ну как это? Ну а чего не нравится, никто нам не поможет. Надо же об этом говорить, мне кажется, что бы просто вы хотели. Мы здесь родились, мы здесь и поможем. Серьезно, вот вы втроем все родились здесь, в Приморье? Нет, нет, я пьяник родилась. Ой, только получается вы родились здесь. Но я в Дельнаградске. У нас не было света, у нас не было дорог, а теперь все это появилось. Интернета не было, интернет, пожалуйста. Интернет есть, класс. То есть нас посмотрят, этот выпуск посмотрят. Что в последнее время смотрели в интернете, что вы видели? Как уехать из Приморья, нет, не забывали. Нет, не забывали. Нет, я Приморья не нашла. А зачем мы будем уезжать отсюда? Это что получается, это первый выпуск, где все хорошо? Нет, мы найдем, мы найдем того, кто будет заловаться. Мы нашли положительных людей. Даже собака кайфует. Все кайфуют. Ребята, смотрите, короче, это самое уникальное место нашей области, потому что мы находимся на двухуровневом пляже. Смотрите, первый пляж такой для этих, для простолюдинов, вот этих обычных людей. Вот, и второй пляж, смотрите, опа, вы такое когда-нибудь видали вообще? Пляж над пляжем. Сыр, что делаете? Ну, собираем траву. Траву собирали. Собираете траву по своей воле? Сами или вас попросили? Сами. Вот как проходят в будние дни пацанов, что нам эти всякие интернеты, да, игры компьютерные? Вот оно, ребята, пожалуйста. Трава для курей. Нравится Приморье вам, ребят? Да. Твое самое любимое место здесь? Ну, клуб. Клуб? Сейчас траву собрать, потом клуб. Все, нормальная схема. Вот как раз-таки встретили человека, который сейчас работает. Все тут, знаете, все отдыхают, все на море приехали. Именно что море мне не нравится. Да, серьезно? Вот единственный человек, который море не знает. Я за сезон могу вообще даже не спуститься ни разу. А что здесь вообще? Люди, атмосфера. Что конкретно? Вот что здесь? Я живу здесь 20 лет уже. Ну, нет такого, что все равно со временем тесновато становится в маленьком поселке. Хочется куда-то там что-то новое. Не-не-не. Я до этого жил в Калининграде. Есть те, кто не могут вообще никак работу найти? Кто хочет, тут находит. Не именно в поселке, в районе. Кто хочет, находит. Кто не хочет, тут не найдет. Ну, такой проблемы, как там бывает в поселках, там безработица какая-то, все бухают. Такого здесь вообще нет. Я тоже не ангел. Ну, а по праздникам? Понятно, где? У меня Новый год в июле. Обычно про молодежь все всегда говорят, что молодежь уезжает, нечем их задержать. Здесь такая же проблема есть или в принципе в молодежи? Если бы район выделял больше жилья, то здесь что вы можете выделить? Имейте в виду именно построить жилья? Да, немецкий фонд все это. Если бы вы развит реально, или хотя бы пытались, а то не на бумаге, а в реальности, развивать туристический кластер, да, здесь бы, да, и молодежь оставалась бы, и работа. Но сейчас этим вот, так говорим, иная стройка, артек-то все здесь уже, на вещественнице, перетаскивали. Может быть, что-то... А не было такого, что только из-за болта артека здесь что-то делали? Потому что по пути люди едут, как бы, что красиво было. Конечно, только из-за болта артека. Что, вот тут асфальт, думаете, тут лежит просто так, что ли? Люди как здесь? Люди. Нет такого, что на этих маленьком месте все завидуют друг другу, там какие-то слухи. Не, ну не без этого, конечно, это с деревья. Ну, понятно, да. Это в городе там никто не знает, да, там синий идешь, там по барабану всем, ты синий или красный. Да, да. Вот, а здесь уже все уже там... Здесь, кстати, не бывает, как раньше было принято, не знаю, по пятницам, там какие-нибудь там рукоприкладства, чем-то такое выяснение отношений, конфликта, здесь все это уже спокойно стало? Прошлые, позапрошлые годы женщину убили. А убили женщину, типа... По синьке, да. Своей, свой типо. Ну да, с кем бухал. Вот он сидел, это у наркотов, бухалек, чего почем, то он сейчас закрыл, неизвестно, сколько мы там наболтали. Прямо сейчас исполнится моя детская мечта, я напоминаю, что я жил в Полеске. Прокатиться на мотоблоке, это самый главный транспорт всех поселков России. Прокатимся, так сказать, с ветерком. Но с ветерком, наверное, не получится? С ветерком нет. Ну, повезло просто, что ветер, в принципе, есть. Здесь 10 километров бежит. Вот она, вот она жизнь. Автоэкскурсия по Приморью. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Подходит к концу этот выпуск. Я бы хотел сказать огромное спасибо, Серег. Самое главное, чтобы вы сделали это, подписались на его канал и нажали на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео из Приморья. Да, а я сделал рекламу Сереге. Серег, ты мне сказал, что ты можешь провести экскурсию любому человеку, любому желающему. Ты до лета здесь, до конца лета? До конца лета, да. В Питере. Поэтому Серега вас встретит так же, как и мне, проведет экскурсию, расскажет даже больше. Я уверен, что в каждом поселке есть свой Серега, который может нас пригласить, рассказать, нам показать какие-то самые интересные места. Пишите в комментариях, куда нам нужно поехать в следующем выпуске. Очень много поселков. Приглашайте. Мы заряжены, мы вернулись. Это был проект Несити. Пока!